Мы возобновляем информационное обещание и напоминаем способ общения в прямом эфире. Наш телефон 265-45-00, наш смс-сервис 9020, начале ТВК, пробелы, далее ваш текст. Предлагаем обсуждать те темы, которые вас волнуют. Помню, что сегодня мы говорили о заявлении главы города, что он поддерживает назначение мэра Красноярска. Также рассказывали о прецеденте, который может быть создан в нашем городе, когда жители правого берега обратились в суд против ТЭЦ-1, поскольку их дома находятся в зоне, так называемой, санитарно-защитной зоне ТЭЦ, и их здоровье мог быть нанесен вред. И также говорили про перестрелку в центре города и про предстоящий снос под строительство 4-го моста. Вы можете предлагать свои темы. У нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Беспокоят вас педагоги дошкольного воспитания, в частности, леские сады Советского района. С октября прошлого года ощутимо помедилась заработная плата в пределах 7-10 тысяч в минус. Мы ожидали хоть каких-то изменений в лучшую сторону после нового года, но с каждым месяцем она все ниже и ниже. И что самое интересное, нам никто внятный ответ не дает. И кроме всего этого, разыскивают каждого, кто имел смелость написать жалобу в прокуратуру или в Москву. Присекают на корню. У нас многое, и мы готовы на очень решительные действия. Вот что мы хотим сказать. Скажите, пожалуйста, вы готовы выйти завтра, например, с сотрудниками и рассказать обо всех проблемах нашему корреспонденту, например? В эфире? В эфире, конечно. Ну, это чревато последствиями, значит, мы больше не работаем, это однозначно. Значит, нам нужно будет искать работу, это точно. Вы же понимаете, что если вы, во-первых, организованно выйдете все вместе, то всех вас точно не уволят, а во-вторых, с этого самого момента, после вашего смелого звонка в наш эфир, мы будем также следить за этой историей. Если вас уволят, мы зададим резонные вопросы Главного управления образования города. Почему людей, которые говорят о проблемах, увольняют? Вы готовы? Да, мы готовы. Тогда наши корреспонденты за эфиром свяжутся с вами и назначат конкретное время для встречи со всеми представителями детского сада. Спасибо большое за ваш звонок, за то, что решились и позвонили. Завтра в новостях ТВК смотрите репортаж на эту тему. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я бы хотела сказать по поводу экологии в нашем городе. Ну, это понятно, что экология у нас в городе оставляет желать лучшего, но я бы вот хотела сказать, я живу на правом берегу, а работаю на левом. И каждый день имею возможность наблюдать, какая дымка стоит на правом берегу. Такая, что даже домов не видно. И вы знаете, вот это все началось года два-три назад. До этого как-то более-менее сносно было. И вот редкий день, когда правый берег вообще просматривается с левого. Елена, скажи, пожалуйста, а вот вы, как гражданин города Красноярска, что готовы сделать, чтобы защищать свои права на чистый воздух? Что я готова сделать? А что я могу сделать вообще как гражданин моего города? Ну вот, например, жители улицы 26 Бакинских комиссаров пошли в суд судиться с ТЭЦ-1. Это все понятно. Ну, судиться это одно дело. Я бы хотела привлечь внимание, во-первых, городской администрации. Но надо как-то уже изучать вот этот вопрос. Потому что с каждым годом проблема эта нарастает. И лучше не становится. Понимаете? И вот все это понятно, что социальные проблемы у нас в городе, детские сады, там работа. Но это ведь тоже первое. Люди, мы дышим, правый берег, особенно Кировский и Ленинский район. Но это же вот просто невозможно. Я вот сейчас даже в квартире чувствую запах гари. Вот открыла окно и гарь, понимаете, вот в Кировском районе. А где живете? На какой улице? На улице Щерса, рядом с вами. Мы с вами соседи, да, только хотел сказать. Лена, спасибо большое за ваш звонок. Мы попытаемся еще раз обратить внимание городских властей на проблему экологии. И, конечно, не оставим эту тему, будем ей заниматься. Спасибо за ваш звонок. Я напомню еще раз, ваш телефон для ваших звонков 265-45-00. И наш смс-сервис 9020, начали ТВК, пробелы, далее ваш текст. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, а после вернемся в эту студию. Не переключайтесь, пожалуйста. Ну и идут к нам смс-сообщения. Вот одно из них. Правый берег – это одна сплошная газовая камера, две ТЭЦ, еще и ЦМ-завод. Окна не отмываются, машина постоянно грязная. Такое ощущение, что нас отсюда выживают, пишут наши телезрители. Я еще раз напомню, что в 23.00 в прямом эфире ночных новостей ТВК сегодня эколог в гостях у Екатерины Лукашенко обсуждать будет, в том числе, экологию правого берега. А у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела высказать свое мнение о выборах, о прямых выборах мэра. Это что за безобразие? Выступает наше высшее руководство края и города и говорит о том, что надо назначать. Мы что, может быть, будем потом свои посты передавать по наследству, как трон? Это что за безобразие такое? Есть у нас закон, который, что он как столб, который нельзя перешагнуть, но можно его обойти. Есть закон прямых выборов, значит нужно. И люди должны свой выбор сделать. Почему это так? Партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. Это разве можно так себя вести? Люди-то все видят, слушают тон, видят глаза этих людей. Но разве так можно относиться к народу? Спасибо большое за ваше эмоциональное, но аргументированное мнение. Спасибо, что позвонили, не остаетесь в стороне. Новости ТВК продолжат обсуждать и тему прямых выборов мэра и сегодняшнего заявления Тхамат Булатова, который заявил, что считает возможным и правильным мэра теперь назначать, поскольку вся страна теперь, во всей стране мэров теперь также будут назначать. А чем Красноярск лучше? Но прямо сейчас мы прервемся еще на один блок полезной информации, а после продолжим обсуждение. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Я Лидия Васильевна, мне 77 лет. Вот живу я в районе, Ленинский район, район Каменный квартал, ДК ТЦ-1. Вот у нас улицы идут Бакинских комиссаров и Песочная улица параллельно одна другой. Вот Красноярск-1, в район вот именно, где она расположена, там были такие хорошие скверики. Вот я еще в мою молодость, там был натуральный лес. А сейчас? Все это поснесли. Вот за этой, за ГЭС, технический поселок, вот как раз этот натуральный лес был, все поснесли. Вот в районе Краснец идет, находятся базары. Какие скверики были, сквер был хороший, фонтан в сквере был, красота была. Молодая была, там даже танцы устраивали. Спасибо большое, Лидия Васильевна, за то, что позвонили и высказались по поводу, в том числе, и это тоже касается экологии, учитывая, что скверы каким-то образом могут поглощать все те многочисленные выбросы, которые есть от предприятий города Красноярска. Спасибо за ваш звонок, прямо сейчас немного полезной информации. Ну и это все, о чем успели рассказать вам в течение этого часа. Спасибо, что были с нами. Итоги дня в 23.00 в прямом эфире подведет моя коллега Екатерина Лукашенко. Обязательно включайтесь, будет много других новостей, которых мы не успели рассказать. Удачного вечера. Спасибо. Спасибо.